Начать долго ожидаемое следующее наше, как сказать, свидание, собрание, предложение дискуссии, но в качестве предусловия позвольте вам представить Желая Ритсона, директор программы, директора отделения программы «Посудайся в Москве». И, как вы все знаете, два десятилетия нашей летней школы проводятся сотрудничестве при поддержке этой программы. И мы подождем, что нужно, что нашел время, и посетим нас, и захватим нас прямо в работе. Да, да. Добрый день. Я уже работал как директор программы «По Брайт» 7 лет, и каждый год я посещал летнюю программу Дестьяна Генедиковой. И, конечно, это не только 7, это уже 22 раз она организовала школу, что это, конечно, на ура, сколько много работы. Программа «По Брайт» уже существовала в России 45 лет, и у нас много разных программ. Мы очень любим, когда у нас есть возможность, населения там образовываться в этой программе, а не только здесь, а в других городах. И тех, которые здесь являются учебнями от школы, может быть, это будет вам интересно знать, что у нас каждый год приезжают сюда около 30 молодых американцев, чтобы работать как ассистенты английского языка везде в России, кроме в Москве и в Санкт-Петербурге. Но они все приезжают зимой для собрания, и если вам интересно, они могли бы защищать фотошколы и делать презентации на английском от вас, либо даже показать фильмы и обсуждать фильмы с вашими студентами. У нас есть новый офис, кстати, это находится в Дом актеров на округе Ферской и Санкт-Петербурге, и Санкт-Петербург, это Тверская станция. Вот, что если вы носите самовар, если вы хотите пить чай, пожалуйста, говорю, пожалуйста. Спасибо. Я рад всех видеть и приветствовать, представляю гильдию словесников, которую я возглавляю, ассоциацию, которая пытается... Вот ту ситуацию, как мне кажется, одна из нашей задачи в том, что ту ситуацию, которую описала Любовь Ридриховна, которая, на мой взгляд, и учителя литературы просто... Ситуация, а не Любовь Ридриховна. А это просто ужасающий, страшнейший, по-моему, вызов. Мы все-таки пытаемся каким-то образом эту ситуацию развернуть в какую-то другую сторону, очеловечив школьную литературу. Спасибо огромное флубрайтерской школе за возможность нам организовать секцию внутри этого процесса. Я как-то немножко переживаю, что мы в такой части осуществляем демитинговый захват целой секции под свои нужды, но я надеюсь искренне, что будет какая-то взаимная польза от этого мероприятия не только для учителей, которые сейчас заполонили зал большой, но и для всех участников флубрайтерской школы. Значит, как будет построена наша секция? Я разделил ее на две части. В начале будет мой короткий доклад, не доклад, а короткое сообщение. Я постараюсь уместиться в десять минут, даже в семь, наверное, минут. А после этого будут короткие сообщения от учителей, самых разных, которые согласились выступить. Ну, а жадно, если сообщение, скажите их позже. В общем, да, вот это ссылка на наш сайт. В качестве рекламы необходимо в начале. Мы попытаемся поговорить о том, как зарубежная классика существует в российской школе. И я для начала хотел бы задать некоторые вопросы нам всем проблематизировать поле обсуждения для того, чтобы помимо частных сюжетов, которые будут в центре внимания докладчиков, у нас было и некоторое общее проблемное поле. Они замечательно помарифмуются с тем, что было сегодня в первой половине дня, и с тем, что, судя по программе, было в предыдущие дни. Когда я спросил коллег самых разных, сейчас есть эта возможность, потому что появилось несколько лет назад сообщество учителей литературы и литератических отделков, в которых есть 6 тысяч учителей литературы, и в которых можно всякие вопросы задавать и получать интересные ответы. Особенно учитывая, что сейчас там 6 тысяч человек, ответы иногда получаются очень интересные. И вот когда я задал вопрос о зарубежной литературе в российской школе, я получил несколько ответов на них. Вернее, ответы эти можно сгруппировать в такие основные смысловые блоки. Во-первых, некогда абсолютные, поэтому зарубежной литературы в российской школе нет и никогда не будет. Дальше я попытался каждую из этих позиций деконструировать. Конечно, в основании этой позиции лежит идея о том, что школьная литература – она про изучение программ. Или даже как мнение программы, а кодификатора, то есть списка текстов. И в большинстве массовых программ, с которыми делал российский учитель в массовой школе, зарубежная литература присутствует в такой формулировке – «из зарубежной литературы». И дальше список из нескольких названных имен, но это, в принципе, Гомер, Данте, Шекспир и Малинин. «Из зарубежной литературы». И понятно, что в такой концептуальной модели изучения литературы ее изучение выстраивается с конца, то есть исходя из того, что будет проверено на экзаменах. Поскольку на экзамене зарубежной литературы очевидным образом на ЕГЭ проверено не будет, то, в общем, соответственно, места ей нет и смысла в ней тоже нет. Ну, собственно, основание такого подхода к преподаванию литературы – это идея незыблемого сакрального канона, в общем, о чем так или иначе шла речь в докладе Любови Фридриковны, только что. Причем это такая совершенно мифологическая картина этого незыблемого сакрального канона. Цель, соответственно, преподавания литературы – трансляция. Не рефлексивная трансляция этого канона. Но результат, мы все видим, он как раз в понятной аллергической реакции на все, что с этим каноном так или иначе связано. Я подробнее не буду говорить про эту позицию, потому что, мне кажется, она при своей массовости представляет мало практического интереса, поскольку, к сожалению, является тупиковой для какого-то ни было методического поиска. Хотя, повторюсь, является абсолютно массовой в российской школе. Вторая позиция, я бы сформулировал ее так. Вот, кстати, придерживаюсь ее я, скажу честно, сразу, чтобы хоть какой-то все-таки сильный тезис провокационный сформулировать. Я придерживаюсь, безусловно, этой позиции. Какая разница? Потому что, если в центре школьной литературы находится не канон, а инструменты анализа текста, то, в общем, совершенно все равно – это текст зарубежный, российский, китайский, арабский, русский или французский. Этому соответствуют проблемные тематические или филологические, я так условно называю, подходы по структурированию программ по литературе, когда есть некоторая внутренняя логика программы, которая программа нацелена на то, чтобы научить, чтобы выстроить инструменты анализа текста. И в этом смысле привлекается то, что, исходя из этой внутренней логики, в данный момент оказывается важным. И не так важно, повторюсь, это русская литература или зарубежная. Третью позицию я бы сформулировал, а как без зарубежной литературы? Алина, прошу прощения, не помню ваше отчество. Алина Сергеевна, мне кажется, примерно в этом русле выступала утром, потому что повседневная практика ситуативный взгляд учительной литературы подсказывает, что важно расширять текст, который мы изучаем на уроке в самых разных контекстах и подключателях. И зарубежная литература здесь является таким не менее, иногда и более важным сюжетом для школьников. И зарубежная литература еще больше, чем все остальное, потому что она соблазнительна, очень интересна, как будто бы школьникам. На мой взгляд здесь есть, почему я не солидаризируюсь с этой позицией в своем полимическом тезисе, на мой взгляд здесь есть одно уязвимое место, потому что как будто бы возможно. И соблазнительность – это несколько иллюзорно и обманчиво, и определяется тем, что есть первая позиция, что есть канон русской классики, от которого ни шагу назад, ни шагу в сторону. Поэтому зарубежная соблазнительна просто потому, что там нету, в зарубежке нету училки. Вот этой страшной, которая в массовой школе превращает литературу в набор канонических интерпретаций, не подлежащих оспариванию. А в зарубежке этого нет, и поэтому на приоре зарубежная «Ой, классно, как хочется, как здорово» просто потому, что там этого нету. Поэтому вот логика, как иначе, мне кажется, мне не близка, хотя, для мой взгляд, то есть она есть, она распространена среди современного учительства, это хорошо. Я попытался струбулировать некоторые проблемные вопросы, которые следуют из тех позиций, что я только что обозначил, и в поле которых будут, так или иначе, практические доклады, которые мы услышим сейчас. Ну, прежде всего, значим ли вообще для школьной литературы национальная принадлежность текста? Это, строго говоря, большой вопрос. А вот во второй позиции кажется почти совсем незначенным. Второй вопрос я сформулировал, сидя на секции утренней. Я его сейчас чуть-чуть поясню. Вроде бы, традиционно школа выступает как довольно консервативный образовательный институт и плетется далеко позади в теме новальковскими изобретениями, которые происходят в вузовской, в академической среде. Школа, ну, она и по сути своей, как турный институт, такой немножко консергирующий. Она призвана наладить мосты между совсем разными поколениями, поэтому с неизбежностью как бы чуть-чуть всегда оглядывается назад, и это нормально. Одновременно с этим, слушая и утром на секции, и на других подобных мероприятиях доклады коллег, уважаемых из вузовской среды, вижу с одной стороны с радостью, с другой стороны и с некоторой, поверьте, доброй иной иронией, слышу радостные рассказы о некоторых их открытиях, которые, в общем, для школьных учителей уже в десятилетии этим открытием не являются, и являются таким пройденным совершенно этапом. В общем, вот это очень интересно, что современная школа российская, с одной стороны, находится далеко позади, потому что массовое ее состояние действительно глубоко позади, а контролирующие органы тянут ее совсем назад и утягивают ее на то самое дно, на котором мы находимся, и это помните в докладе как-то про это было. С другой стороны, как раз в последние годы, на мой взгляд, в школе, в дискуссиях о школе средней, младшей, сделаны какие-то невероятные прорывы, которые, мне кажется, вот здесь мы можем быть друг другу полезны, разные люди, которые с разных сторон пытаются подойти к тексту и о нем поговорить с людьми разного возраста. Второй вопрос, тоже, мне кажется, очень важный, и я знаю, что в докладах, которые прозвучат, об этом пойдет речь, как мы работаем с языковым барьером. И строго говоря, здесь тоже существует ли разница между, с этой точки зрения, между русской и зарубежной классикой, ведь понятно, что русская классика для массы своей, для большинства школьников, является тем же самым текстом на иностранном языке, который совершенно непонятен и абсолютно непрозрачен, и часто, кстати, это одна из причин, часто текст зарубежный, как будто бы призрачно оказывается более даже понятий, чем текст русской классической литературы, о чем, собственно, шла речь в предыдущем докладе. И какие здесь есть методические какие-то наши ходы для того, чтобы этот языковой барьер как-то преодолеть и открыть этот переводной текст. Переводной во всех широком смысле этого слова. Следующий вопрос, вот я про него уже как-то немножко сказал, насколько мифологично это привлекательность зарубежки, с которой мы так или иначе сталкиваемся, не является ли она некоторой производной от мифологии незыблемого канона. Ну и последний вопрос, связанный с такой, с проективной историей, тоже об этом шла речь утром. Если бы мы имели какую-то возможность влиять на содержание, на содержание программы, как бы мы построили курсы литературы с этой точки зрения, соотношение зарубежной и отечественной классики. А может быть мы вообще, и это мой второй полемический тезис, на котором я закончил свое выступление, может быть мы вообще находимся в точке, где эпоха программы методик закончилась. Мой тезис, конечно же, что эпоха методики закончилась. Методики преподавания. И настало время частных случаев, настало время интересных находок, интересных ходов и ключиков, которые могут выстраиваться в систему, иногда могут и даже, в общем-то, не выстраиваться. Я, конечно, понимаю всю клиничность этого тезиса, но именно на нем основан замысел нашей секции. Она представляет из себя методическую барахолку. Я намеренно из разных вариантов этого жанра выбираю не методическую копилку, не методическую мозаику, а методическую барахолку, в которой совершенно в системном порядке будут представлены ряд находок, которые есть у коллег, связанных с преподаванием зарубежной литературы. В общем, я не мыслю себя вправе как-то принципиально обобщать эти находки или делать из них далеко идущие выводы о том, как надо преподавать литературу в школе. Слава Богу, кажется, большая часть присутствующих или значительная часть присутствующих не знаю, как надо преподавать литературу в школе. Но у нас есть ряд примеров, как ее можно преподавать. И, собственно, про это мы и поговорим. Я хотел бы еще раз напомнить докладчика, потому что у нас очень жесткий регламент, по 5 минут на каждого докладчика. А это такой, если проводить канал, это такой вариант, да, в конференции, когда у каждого докладчика даже очень именитого, не более 7 минут для того, чтобы изложить свою идею, которая достойна распространения. Вот идеи, которые достойны распространения. Сейчас их прозвучат. Я буду вызывать к доске, а коменту прошу ходить и рассказывать на оценку. А, это хорошая идея, мы все другом учились. Окей, я предлагаю, что да, тогда мы действительно пожелаем в своем оценке и выберем 3 лучших выступления из тех 9, которые мы посвучат. Это хорошая идея, да, так что, пожалуйста, да, давайте так и сделаем. Но это не шутка, нет. Поехали, я даже не знаю, справа начальника. Мария Марковна Казберг-Казиева. Ну, есть взгляд на вас и был первым. Европейская гимназия и Школа Летова. . АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Единственные ответы не презентации. Я пошла на барахолку, вот принесла немножко барахла, в котором, если я так, надеюсь, при помощи Антона потом даст поделиться, значит, я хочу... Я отношусь к тем, кто окажет иначе, в том числе, младе годы работы по программам на родного кукле, и там поэтому собственно на два ключевых вопроса это делать то что произведение для него важна национальная принадлежность потому что это иной взгляд представление и важен языковой в общем я не случилось старшей школе класса проходить маркетинг а там стола в том числе есть задача опять же внутри программ в переводной литературе вот увидеть текст в контексте и разные взгляды и я значит вам приписала вот чем к сожалению я не удалось это красиво нарезать я не очень это умею это из библиотеки Ленина сканы разных российских статей начиная с 1903 года посвященных выходу разное здание томсоэра и гето-берифинов хоть сейчас мне бы наверно думки взять текст, чтобы мне туда смотрели вот и разные вот и разных кодки мне кажется, что вообще гето-берифинный томсоэр, который по программе акадельского проходит в шестом классе да, ну вот разбирают как текст как раз в основном изнутри позиция какая разница да, то есть ну вот читаем вот просто вот актекста мальчик разбираем понятие героя, сюжеты и так далее вот, а когда мы брали, значит, со старшими детьми, тут интересно посмотреть на вот историю восприятия этого текста во-первых, очень интересно, потому что это участвует в этих материалах в него, да, просто дети легко находятся сами и историю политкорректных запретов, да, как в интервале с колен сначала сразу после выхода, да, вы ли это гето-берифинансы запрещали за то, что негры хорошие, да, а потом через сто лет начали запрещать, там, в других штатах, ну, в общем, были не в той же стране, за то, что негры хорошие, да, а потом через сто лет то, что, значит, гето все время говорит слово негр, а его говорить нельзя и даже есть интересные, там, истории о том, как есть издание, в котором, естественно, значит, слово «негр» заменено на слово «слейд», «рак» и даже такое совершенно комичное пародийное издание, где слово «негр» заменено на слово «хипстер» и вот, значит, ну, это уже такая пародийная история, и, в принципе, со старшими детьми вот в этом русле очень интересно поговорить о том, почему действительно вообще случается история, ну, это скорее даже, это и о литературе, но я, поскольку и русские литературы преподаю, мне вот интересны такие пограничные вопросы, да, почему вдруг возникает запрет на слова, да, почему он возникает на то или иное слово, почему, скажем, там, вот есть интересные, даже, что-то можно выйти там, про Гаузу, который рассуждает, почему вот, вот, про проблемы перевоза, да, почему он для нас, скажем, не, мы не должны бояться, и это не область того, политкорректных запретов, а у нас свои какие-то политкорректные истории, да, вот, и это вот одна история про вот историю запретов, а другая история очень, по-моему, показательная, здесь не вышло с декламента, я просто чуть-чуть вам просто почитаю, мне кажется, думаю, моя главная задача, вот, когда я, поделиться, это вот как у нас, значит, писали об этом, вот 903 год, журнал «Весник. Воспитание и обучение», значит, здесь много насильственного, забавляющего фантазирования, морально несколько намерений, потому нередко протестующие, смех тут случается ради одного смеха, ну и так далее, да, то есть, вот, абсолютно ругательная статья, правда, про, значит, бунтарскую книжку, которую не стоит, значит, герой грязный, бедный, буйный мальчик, достаточно несчастный в своем роде Иванушка и дурачка, вот, но дети с интересом читают, опять же, возвращаясь к материалу, там, про русский язык, да, вот оно, да, там еще, я сначала думала, я ее перепечатаю, и мне, в принципе, интересной формой работы можно это перепечатать, да, не указывая годы, попробовать атрибутировать время, там есть советские статьи, сейчас чуть-чуть протестирую, есть вот дореволюционные, но тоже с разных позиций, и попробовать атрибутировать, да, попробовать посмотреть, что когда было написано и почему именно так это читалось, да, то есть вот, ну, зарубежная литература как повод поговорить о контексте восприятия, об установках, о том, есть ли действительно одно и единственное верное понимание текста, что хотел сказать, значит, поэт своей птичкой божией на самом деле, вот, но здесь вот это, например, очень интересно читать, ну, сейчас, Антон, можете левый столбик, но с точки зрения, например, опять, со старшими неоднозначности русской арфографии, да, там, например, где-то есть слово, в 30-е годы есть слово учебы через О, да, то есть вот, если уж мы рушим, то, да, вот тоже надо показать, что вообще и арфография тоже является каноном, да, это спокойно писали совсем иначе, вот, поэтому вот я очень люблю эту подборку, ну, и просто, давайте, для, значит, одни заголовки, там, чего стоят, в 30-е годы, значит, «Приключения маленького Люмпена», «Столом Сойером, человеку-пионеру не по пути», значит, четвертое издание знаменитых «Приключений дома», вышедшее в 1931 году, не дает абсолютно ничего нового по сравнению с предыдущим изданием. Редакция, очевидно, считает эту книгу, не погрешивает ее предыдущих преподнесенных советскому читателю изданиях, между тем, с ним внимательный приспосмотр ее с точки зрения задач коммунистического воспитания подрастающего поколения социализма составляет не только усомниться в целесообразности такого преподнесения Томас Сойера, но и со всей определенностью ставит вопрос о необходимости и решительной борьбы с проявлением нелово-либерализма и подходом к угрозной детской литературе. Вот, я надеюсь, что вы это просто сами почитаете, да, и придумаете, с этим действительно много чехов можно делать. Вот, спасибо, мне кажется. Спасибо. Ну, вот, тогда можно... Отлично, мы тогда на сайте... Да, там же моей рукой подписаны источники, если вы хотите потом просто поддержать составит. Ага. Мы тогда на сайте, если это выложено, можно будет это скачать и... Потом вы неослышь подойдите. Да. И пользоваться этим... Наталья Александровна. Сколько? Наталья Александровна Лескиса. Европейский денежный. И Пироговская школа. Центра the perfect master страны. Прошу прощения, можете мне приспособствовать, я пока там, как называется, в докладах, не буду, не буду. Здрасте, большая честь, на самом деле, меня так как-то выступать, потому что, действительно, барахолка, мне подкупило название барахолка, потому что барахолка все приносят, что там, большой, значимый, но иногда что-то мелкое, может быть, но кому-то пригодится. И я просто расскажу про какие-то свои мелкие находки, которые у меня в процессе раздумий к этому докладу, на самом деле, выстроились в единую линию, чему я очень удивилась. И это не чутик, на самом деле. Вот. Да-да. И я тоже работаю по программе Александра Николаевича Архангельску, Татьяна Юрьевна Смирновой, и в ней, на самом деле, гораздо больше таких тоже связей, параллелей между русской литературой и литературой зарубежной, которые мне дурки, как человек, который заканчивал кофе по сравнительной истории литератур, в индустрии и продвигу. И поэтому, вот, зарубежная литература для меня совсем, да, не чужая, не важно его уметь плетать как-то, мне это само доставляет большое удовольствие. Вот. Я расскажу об одной маленькой параллели сначала, которая у меня обнаружилась в процессе подготовки уроков к девятому классу. И такой трудный материал это русская воровка, который вообще-то дается трудом и детям как-то это трудно увидеть и привычно воспринимать, говорить о том, что до Петра литература как бы существует вне европейского катет-катет, на самом деле не так. Ну вот. И к знаменитому тоже стихотворению Семёна Кулонского, середины, ну, конца 17 века, про мир, который представляется как бы как метафора, объясняющая мир становится книгой, то есть плод человеческого труда, причем интеллектуального труда в первую очередь, высокотехнологичного для того времени. И это очень, на самом деле, коррелируйтесь, можно следующий тогда слайд с, на самом деле, знаменитой медитацией Джон Дорнен, которую все знают по словам, не посылая узнать по ком звонит, колокол, он звонит по тебе, который вообще-то начинается с метафоры, что все человечество создание одного автора и есть единый дом, в котором все страницы сплетены вместе, и переводцы и переводчиками являются, да, перевод — это процесс присоединения к вечности. И, надо сказать, на детей неизменно производит большое впечатление вот это сопоставление. Это всегда ужасно, продуктивный, очень интересный урок, у него всегда каждый раз разная траектория, они видят разные, и я поэтому не даю какие-то конкретные задания, а предлагаю им поговорить о том, что они здесь увидели, но в этот момент вся вот эта наша отдельно существующая русская литература, русская литература, и соединяется таким крепким мостиком с, на самом деле, с европейским барокко, просто, ну как бы, начало первой половины века, вторая половина века, но это, да, такое наше известное наставание. Вот. И неожиданным образом это оказалось таким мостиком к следующим другим. Но я просто буду вот пока по связи говорить. Значит, благодаря вот моей коллеге Ремарковне я пришла в голову в мысль, я решилась с детьми читать. Перед чтением Чехова читать пьесу «Ипсен, кукольный дом», можно следующий слайд. Причем тут я рассужму про переводную литературу, подчеркну, что я вообще стараюсь здесь всегда говорить именно переводчик, подчеркивать им, в первом сайте, по-моему, это перевод Антона Мистера, значит, подчеркивать важность фигуры переводчика как интерпретатора, и вот этот перевод кажется сейчас наиболее, ну, таким, что ли, основательным, новым и очень адекватным, и дает еще возможность пригласить переводчику в школу, потому что это у них не роман, человек такой общительный, готов к общению к школьникам. Я свидетель такого разговора в классе Марии Марковны, который меня исподвиг со мной тоже взять. Когда дети прочтя, выбрали вопросы к переводчику, когда они только задумывались, а почему такое условие здесь, почему хионы называют норму белочкой, какое там в оригинале животное и так далее. Это был ужасный, например, продуктивный разговор, и, мне кажется, отвечая, возвращаясь к вопросу, который задал Антон Алексеевич по языковой барьере, на самом деле, это возможность пригласить живого переводника, показывающего дорогу от одной из того картины мира к другой, мне кажется, тоже ужасно ценный, а следующий шаг, который, на самом деле, Липсон, собственно, дает, например, очень много параллелей обнаружилось между кукольным домом, они не новость для филологической науки, но и детьми обнаружилось между Вижневым садом, например, и кукольным домом, но даже если говорить не о темах, которых там тоже очень много пересекающихся, то вот, например, функция ремарки и вообще то, как устроена ремарка, я предлагаю все сравнить им вот это одно из заданий, ремарку, первооткрывающую ремарку «Кукольного дома» и первую, последнюю ремарки. В Чеховске из Вишневого сада, где видно, что функция сохранилась, и это есть то новаторство, которое приносит Ипсон и Чеховы драматургию, а другие, когда ремарка становится самостоятельной частью, а не служебной, технической частью текста, которые передают атмосферу какие-то очень важные символические смыслы. Но просто предлагаю самим тоже составить, можно перескочить даже сразу. И следующий мой, ну как бы и следующая отсюда, у меня очень хорошо сложились в рамках курсовой приводной литературы, уроки Похина, который, в общем, конечно, никогда не скрывался. Вот. Такое преклонение перед Чеховым. И вот так прошивается, на самом деле, таким швом зарубежная и русская литература, такой тесной связи. Вот. И принцип Айсберг, который, собственно, о том, что Айсберг на 1-8-ю возвышается над водой, и тогда становится очень интересно говорить с детьми, собственно, о том, а что эти 7-8, где они прячутся. В каждом рассказе по своему. Можно следующий слайд. Это список тех рассказов, которые я обычно беру, потому что это какие-то удачные, я предлагаю. Плюс к рассказу «Убийцы» существует короткометражная курсовая работа Арсения... О, простите, скажите, Андрей Тарковского, да. Ещё даже не дипломная, именно курсовая, но очень интересная с точки зрения интерпретации именно текста на экране. И её можно посмотреть в классе, она короткая, и долго подробно смотреть и обсуждать эти связи. И, в частности, мне кажется, что вот здесь вступает в силу в этой паре чехов-мингуэй, когда можно сопоставлять, например, разговор пари с Лапахином или разговор героев кошки под дождём, когда герои говорят одну, а подразумевают совсем что-то другое, то на самом деле здесь вот, как все любят говорить, воспитательное значение уроков литературы возникает в плане обучения жизненным стратегиям, а в плане как бы того, что дети начинают отбрать себе отчёт и видеть именно в литературном тексте, как люди, вообще говоря, говорят совсем не то, что они иметь в виду, да. А это некая жизненная ситуация, с которой они будут всё время иметь дело. И вот этот навык, эмпатический навык считывать под текст, вот эти самые семь восьмых, которые там прячутся за этим текстом, он очень здорово именно на этих парах, да, раскрывается. И последний слайд, всё, последний я для себя открыла, прям дерусь, как открыл для себя Шаламова, как, ну, литературу веда, но замечательная статья про Хемингуэя как новеллиста, где он сравнили как раз с Хемингуэевским, например, рассказ «Белые слоны» и «Палатка номер 6», говоря о функции пейзажа. И здесь запускает целый процесс, вообще, это можно задуматься о том, как это всё повлияло, собственно, на творчество Шаламова. И я вот решила, что вот эта цепочка, возвращаясь, ну, через Хемингуэя, мы даже возвращаясь к Джону Дону, могу мы звонить в колоках. Вот. Она, мне кажется, довольно ценная, и она может выстроиться в десятых-одиннадцатых классах как такая, ну, в общем, неразрывная связь параллельно идущих литературных процессов. Вот. А Персиболис, следующий раз. Персиболис? Персиболис, следующий раз. А, так. Я могу дать потом… Да, это ещё одна наша такая наука, мы тоже читаем часто графические романы, и это замечательная возможность для детей вписать актуальное такое искусство, литературное вообще говоря, в литературный процесс, потому что там встаёт целый вопрос, что такое автобиографический роман, в какой степени это роман воспитания, в какой степени это, на самом деле, похоже на исторический роман, как это соотносится с большими нам известными литературными литературами в Безлине, где один человек на фоне большой истории, больших исторических событий. Вот. И я просто потом могу сбросить те варианты заданий, которые у меня есть. Ну, и про соотношение графического и визуального, что там просто много всего возникает. Вот. Да, всё. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кстати, слушая рассказ Натальи Александровны, и возвращаясь к тому, что говорила Любовь Фредериковна, думаю о том, что многое страшное, что происходит с несовпадением чтения и литературы, которые оказываются на разных просто планет, происходит в 10 классе, когда мы даем романы, которые мы страшно все любим, и они, понятно, будут так, не знаю, что правда, ничего прекрасного нет войны мира, но что-то мы страшно в этот момент делаем со школьниками, с учениками, а вот то, что продолжает Александр, мне кажется, интересно тем, что позволяет вот эту глыбу превратить в ткань, в которой разные ниточки соединяются, заодно появляется другое, и это какой-то путь к тому, чтобы, да, глыбу превратить в что-то более ясное и понятное. Так, Светлана Анатольевна Хлебникова, новая школа. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я тоже, извините, скажу, в том же смысле этого слова. Я расскажу, в одной восьмом классе в этом году читали Роману Ружевецу. Значит, у нас на это ушло 4 уроки литературы, собственно, которых я была с детьми, и потом с моими коллегами они смотрели еще и фильм «Зафирали», но об этом я говорить не буду. Один из русского языка в одном из 3 восьмых классов, в которых я работаю, потому что в другом у меня нет пустого языка, и два больших домашних задания. Задача ввода для меня, вот цель, собственно, того, что мы делаем в 8 классе на литературе, это внимательно читать тексты и обращать внимание на детали. Поэтому то, что мы делали на уроках, в другом ошне задания, которые дети выполнили, они были, в общем-то, о лице этот подчинены, поэтому для меня, скорее, тоже будет второй подход. Все равно, на каком тексте это делать. Раз мы здесь будем читать Шекспира, и обращать внимание на детали, на тонкости его Шекспира, почему нет? Мы начали с того, что прочитали комедию «Трагедия дома», и первый урок, который мы уже вместе с текстами занимались, мы внимательно читали список действующих лиц, обращали внимание на то, кто кому кем приходится, почему у нас в таком порядке они выстроены, почему главные герои все... Ну, Ромео Жилета такая же история примерно, как с Евгением Онегиным. Дети, уже не читая текст, как будто бы знают, о чем это и чем там все кончится. Мне важно было сломать этот стереотеп еще нечитанного текста и никаких ожиданий от него. И помимо того, что, конечно, выстроены определенные иерархии персонажей, уже даже на уровне список действующих лиц, подмечались такие вещи, как, например, то, что Тибаль, он даже не Капулетти по рождению, он племянник синьоры Капулетти, он не родился в этой семье, он на новенького в этой драке. И очень много в его поступках объясняется именно этим. Он еще не устал от этой многолетней вражды. Затем открытие детское первое действие – это то, что Розалина ведь оказывается из той же семьи. Ромалу был обречен на девушку из этого рода, потому что она племянница синьоры Капулетти. Ради нее он приходит на бал, в общем-то, и именно читая ее имя «Моя дорогая племянница», он и попадает в эту историю, встречается не с Розалиной, а встречается с Джульеттой. В прошлом году Сергей Владимирович Уолков, заведующий нашей кафедрой, на одном из своих уроков, на котором мне повезло присутствовать, рассказывал о концепции, сценографической концепции одной из своих студентов в МХТ, которая писала сценографию Роману Энжульетты как футбольный матч. Он писал об этом в прошлом году в металлической копилке. У меня получилось так, что я на выставке в Центре режиссерского мастерства увидела большое количество этих эскизов, нафотографировала их, и мы с детьми, у которых был уже небольшой, в школе параллельно шел театральный фестиваль, и мы до этого на ревизоре Гоголя сделали свои варианты сценографических каких-то концепций, посмотреть вот эту идею. И домашнее задание первое, которое они получили, было такое. Значит, у нас очень много футболистов в школе, и вот в этих двух моих 8 классах даже девочки, играющие футбол, поэтому я вот, собственно, взяла то задание, которое будет с Сергеем Владимирович. Я предложила им расставить на футбольном поле, вот можно будет по секте посмотреть, одну из таких расстановок, с подробным объяснением. Вот просто футбольное поле действительно, вот здесь одни ворота, здесь другие. И дальше человек начинает читать, начинает вписывать вполне какие-то задания, и пошли звездочки. То есть, например, кормилица, в защите она или не в защите. Я понимаю, что в таком-то действии она, по сути, предотвращает, но мне кажется. То есть, мне кажется, вот это задание ему дало определенный толчок для более внимательной работы с текстом. И самый любимый, вот там, смысловский пример, когда мы разбирали на следующем уроке, желающие могли не сдать работу, а выйти к доске нарисовать и объяснить, и они нас молодых людей нарисовал просто ворота, сказал, что вы звезите, Берман-Теки, здесь Сибирско-Пулетти, а все остальные на фанатских трибунах. Нет, еще Верцик искал судья, поскольку они не разыгрывают матч между собой, он спросил, что происходит, если фанаты недовольны матчем? Потасовка, убийство, правопролитие и так далее. То есть, заряженная Верона, вот этим вот противорастоянием, и неспособность, скажем так, нежелание, какие-то еще иные причины, которые главам семейцы не позволяют этот конфликт как-то, ну, скажем так, говоря по-нашему, конструктивно разрешить, в общем-то, это приводит к трагедии, по мнению моих восьмиклассников. На следующем уроке, на русский язык 1 класс был еще использован для того, чтобы внимательнее прочитать первое действие, я просила взять рандомно одну из сцен первого действия и написать, по сути, сжатое изложение, то есть, просто буквально рассказать, что происходит в этой сцене этого действия. Полурока русского языка ушел на это. На следующем уроке мы читали, сопоставляли, смотрели, что человек прочитал, скажем так, конструктивно, что было выпущено, обсуждали это, и, по сути, они друг с другом обсудили сострижание лучше, чем если бы мы это сделали, делая какую-то контрольную по тексту или еще что-то. Еще одна пара у нас была потрачена на то, чтобы прочитать, например, финал совершения статьи Борташевича, которая на «Арзамасе» лежит в цикле его «Ленция Шекспири», все еще не «Повесть и течение», и я предложила им три больших цитаты, достаточно оттуда. Это, если вы, как-то, все это не попомнят, читали, он вспоминает там о спектакле «Зефирелли», который был до фильма еще, о «Вестнике чумы», который появляется вот на этой яркой площади. Там же была цитата о том, что герои Ромео и Джульетта вырастают, действительно, вот в этой сцентрической любви, становятся совсем другими взрослыми людьми. И еще одна цитата была, по сути, в поддержку потом уже на воспоминании о спектакле «Зефирелли», о том, насколько случайна чума. И у нас очень ценится в школе работа в группах, в групповой метод, поэтому здесь я тоже, у меня класс маленький был, по пять человек в группах, чтобы они взяли третье, четвертое, пятое действия. До этого мы уже обсудили, что, собственно, трагедия начинается с первой сцены третьего действия, и что то, что мы читали до этого, совершенно никак не похоже на трагедию. Более того, там есть на чем посмеяться. Рандомное было домашнее задание, то есть его можно было делать так, можно было делать по-другому, либо выучить что-то из сонетов Шекспира, либо написать собственный сонет от лица Ромео к Розалине и Джульетте. Потому что вот эта вот влюбленность в Розалину, так принято, молодой человек этого круга, он должен иметь вот такую любовь, он должен так себя вести. Поэтому дети упражнялись, получилось, я не могу сказать, что великолепно, но, по крайней мере, они попробовали себя в этом жанре. Для некоторых тоже, понимаете, для меня правки какие-то не менее цены, в данном случае, чем конечная форма. То есть когда девушка пишет «Наши деньги начали», там идет звёдочка «Мечта Ромео», это, собственно, его обращение к Розалине. Еще одно, собственно, после того, как мы почитали царь из Барташевича, еще одно задание было, которое они сделали на уроке, взять одно из действий и посмотреть, какая концепция, какая интерпретация Ромео и Джульетта, которые пишет Барташевич, им кажется более удачной, когда они ставят этот спектакль и поставить, взяв одну из сцен, действие, которое им досталось, небольшой актерский ютюб, чтобы показать, что вот именно это мы будем, в нашем спектакле об этом будем рассказывать, о взрослении героя, о неизбежном трагизме человеческой жизни или о случайности, о чуме, которое внезапно возникает и рушит все эти герои. И знаете, были разные, конечно, работы, но вот я, наверное, долго буду еще вспоминать сцену «Проснувшиеся Джульетты». У меня не было жесткого условия, чтобы это было выучено наизусть, потому что мы сделали задание на уроке. Я принимала даже варианты, когда близко к тексту эти пересказывали, но в основном все-таки люди с книжечкой в руках, да, читали этот текст. Вот эта «Проснувшаяся Джульетта», она мне долго еще будет перед глазами. И у одноклассников, наверное, ее, потому что это было мощное драматическое рассказание. И домашнее задание финальное, которое у нас было, это пять дней в Вероне. Мы тщательно считали все потери Вероны и понимаем, что там не две смерти, а там шесть смертей, что помимо того, что теряют детей, вот такие по куленте, погибает мать Ромео, погибают, ну, как все знают, это Тибальд и Мерпуцу. И поэтому, после вот наших этих парейстов гибает, я ей предложила такое задание. От лица выжившего персонажа, пожалуйста, расскажите о пяти днях в Вероне. Собственно, домашнее задание так и называлось, «Пять дней в Вероне». Не было обязательным условием как-то оформлять свою работу. Но я сказала, что если вы хотите, конечно, и вот огромное количество методов, старенья бумаги. Вот очень популярный персонаж Арзолина, например, письма Родолины. Вот, ну, большие рукописи, да, нам сказали, что подлинники, подлинники рукописи, это не всегда важно. Ну, важно, что вообще посмотреть на текст. Вот, финал записок Родолины, которая на глубокой старости пишет, вспоминает эти предметы Иеронии. Значит, я не буду читать все, ведь пачка растет отлично увесистая, но, потому как она рассказывает, как могло бы быть, мы понимаем, что с этой девушкой, с этой женщиной у Ромео Костону скорее всего не могло быть ничего общего. То есть это очень прагматичная, такая материально укрепленная в жизни женщина. Да. Последняя девушка. Ну, полно получений. Пора мне свой десяток кошек накормить, полиспетуньи, парочку изделий, и что научить, это не упочините. Вот. Последнее, что будет интересно, я могу показать. Вот эта шкатулка, например, сеньоры, сеньоры по кулетти, где, помимо их собственной любивника, где она что-то называет Жульетту маленькой мерзавкой, кто в конце пишет о бедных, несчастных детях. Там еще лежат, знаете, такие образцы тканей, которые она выбирает. Для Жульетты на свадебное платье, платье мечты, союз мечты. То есть все ее должно быть идеально. И мне кажется, в этом уже, наверное, скажем, мы говорим не о каких-то литературологических изысках, а о том, что ребенок примиряет 500 лет назад написанную трагедию, историю, как что-то близкое для себя. И мне это, наверное, самое важное только для работы. Спасибо большое. Инна Респунцева Патриас. Хорошо. Спасибо, героини. Здравствуйте. Здравствуйте, в школе. Простите, пожалуйста, сейчас. Я расскажу про то, как мы читали в первом классе, в общем, наша работа состояла из нескольких этапов. На первом уроке, когда дети пришли не прочитанным текстом, я попросила всех принести книжку. Что мы делаем? На первом уроке мы собирали около тех, кто наблюдает. Нужно было сформулировать «я заметил что», не говоря пока об произведении, о сюжете, о героях. «Я заметил что» и попытка вывода. Например, «Я заметил что», немножко по названию, мне показалось, что «Я заметил что» и допустим, на обложке есть вишня, и она заполняет все пространство, очень металл, как это висит. Или, например, что-то касающееся вот этой фразы «слушай и увидишь». И это тоже очень интересно, потому что это заставляет нас пойти к тому же излогу, где был из проекта, потому что в начале мы можем поговорить, и это очень интересно, когда попытка объяснить название, попытка объяснить эту фразу в начале и так далее, название глав. Ну, то есть все, что касается пока еще не детства, а вот каких-то парадетских элементов. Вот. На второй уроке мы формулировали, у нас прочитаны, скажем, первые несколько глав, и мы формулируем вопросы. Это были два вопроса от каждого. Вопросы, начинающиеся назвать «почему» или «зачем». у одного из детей был вопрос, почему именно дедушка главный герой или дедушка с бабушкой, тогда как у ребенка есть родители. Когда мы начинали, как вы говорите, текст, в котором про семью, мы составили такой ряд героев, которые чаще всего появляются в произведениях во детстве. Что это за герои, что это за образцы, что это за места. Да, если еще до детства, чаще всего школа, учитель, не знаю, родители, детские игры, друг и так далее. А здесь дедушка, дедушка и бабушка. Почему они главнее, почему они важнее? Один из детей очень известную мысль о том, что там, где есть дедушка и бабушка, 10-й класс, он сказал, там, скорее всего, кто-то из них умрет. Поэтому это будет первый опыт для ребенка, опыт столкновения с тем, что в жизни есть смерть. Было очень интересно. Вот такой методлажный для нас кусочка опорная, который мы потом ушли. Вот. А какие-то, почему и зачем? Например, зачем флоппи? Смешная, маленькая, ужасная флоппи, которая лает. Зачем она? Вот. Рисурки, не поминающие детские и так далее. То есть, вы пытаетесь на третьих вещей, и вы пишете наши изговорки на втором уроке, это 54-м. Вот. На третьем уроке мы, я так делала в этом году, попробую так делать в пятом классе. Это здорово получается. Когда дети не знают еще литератроведческих терминов, я пишу название этих терминов на доске. Я прошу их сначала попробовать, договориться о том, что они в этих терминах сами могут понять. Ну, скажем, я хочу детали, предметные детали, портретные детали, или пишу слово метафора, или пишу слово символическое несколько таких слов, скажем, 4-5 слов. И они должны сначала договориться о том, что они уже знают об этом, как они могут попытаться это объяснить, а потом, ну, предположим, что они урок прочли за 5 глав, да, они должны найти один кусок, в котором есть что-то подобное, и объяснить, почему это важно. И каждый потом делится своими людьми. Например, предметные детали. Я увидел, что дедушку сопровождает такая деталь, как трогинка во рту, трогинка, в котором постоянно, ну, или так далее. Ну, что-то такое подобное, это очень интересно, потому что это воспитывая такого читателя-наблюдательного, того, чтобы выискать. Когда мы про Эдварда говорили, да, если вы помните, про Толь Гэдварда, да, то у нас такой был опыт поиска тоже в текстах этих, эти трогинческих всяких штук. Ну, например, ну, скажем, «Кроваво-красный», «Лорли». Всяком с вами такая героиня. И вот эта портретная деталь, которая сопровождает ее на протяжении всего текста, и потом с вами, да, если вы помните. Вот, на четвертом уроке мы играли загадки. Это были загадки картинки, когда каждой группе досталось по три картинки, разные, и нужно было потом прикрепить их на доску, сопроводить их какими-то надписями, стрелками, там, пояснениями, и обязательно представить словесно. Что это такое, почему это тебе досталось, как это связано с наживанием. пояснилось. Это были «Веревочная лестница», если вы читали книжку, то вы понимаете, про что ей. «Веревочная лестница», «Фотоальбом», «Перо», «Костюм Супермена», «Печенье», что там еще. И это были картинки, безо всяких поясений, нужно было разобраться с тем, что это такое, почему это, какое это отношение имеет к нанете, и почему это важно для понимания текста. Вот. И это для детей работа «Квест», «Квест», они очень здоровы с этим работают, и было потом очень интересно послушать и почитать те фрагменты текста, в которых это есть, потому что это были, как раз, одни из самых разных текстов. Вот. И следующим уроком была работа с недозаполненной схемой. Мы договорились, что в этой схеме, эту схему я делала на основе того, что мы уже успели осудить. Я внесла в нее эти вещи одним цветом, пояснила, что там есть пропуски, там есть, например, заголовок в таблице «И нет в положении», есть примеры «И нет заголовка», «И надо продолжить» и так далее. И они очень интересны, и мы говорили, что не говорим о том, что уже сказано, не повторяем. Соответственно, если есть перо, а мы уже говорили про перо как деталь, мы начинали подумать о каких-то птичьих мотивах в тексте, о том, почему такое прозвище у героя, о том, как там работали сразу «будь как птица», почему она вообще возникает, вот, и все прочее. Это тоже было очень сложно. Вот. Нам везло бы сходить на спектакль, мы обсудили его, мы посмотрели его фильм и покритиковали его, сказали, что в нем не так, что дети с радостью набросились на по косточкам. Ну и, конечно, разрешением нашей работы стало такое задание, которое, ну, на самом деле, уже каждый может послужно придумать. Я все-таки осталась на уровне… Ну, то есть я решила, что сертиписяная работа, в данном случае, будет лучше, хотя здесь, на самом деле, широкий спектр есть возможность, что можно, что-нибудь, что-нибудь порисовать и поделать, что-то руками. В общем, все. Пока там решаем технические сложности, Дарья Велевна Николаева, школа интеллектуала. Здравствуйте. Я, значит, тут такой раритет для меня, потому что для меня важны в зарубежной литературе не тексты, которые действительно безразлично анализируют какой, а важные проповеди, без которых, я считаю, человек не может обойтись. Это, не знаю, нельзя обойтись без Гаммета и Дон Кихота, нельзя обойтись без Фаустойоты и много-много-много чего другого. Вот. Методы и работы у меня тоже очень к странам. Но возникает, конечно, в работе с иностранной и зарубежной литературой, возникает огромное количество проблем. Причем первые у нас возникают еще на уровне чрезмерной активности наших родителей. Значит, родители очень любят мне задавать вопросы. Вот вы читаете «Робинзона Фрукс», а как же «Пиковая дама»? Вот. И чтобы, значит, таким вопросом заранее попредить и избежать, я каждый год в июне пишу вместе со списком рекомендательной литературы на лето, я пишу письмо родителей. Зачем мы, значит, проходим то, что мы проходим, какая логика в этом, как мне это, значит, кажется необходимым для их детей. Вот. Но, в общем, надо сказать, подавляющие большинстве случаев это имеет успех, то есть уже больше у меня вопрос о скопительных дамах. Но «Пиковая дама», вы понимаете, что там список «Василовского озера» и прочее, прочее. Вот. И, значит, вот такой методический прием, как, значит, убеждение родителей. Второе, мы стараемся, значит, мы понимаем, что мы имеем дело в случае трудности, ну, которые детям читают в большинстве случаев трудности, ну, потому что вот много здесь говорится о современной литературе, и мы стараемся грызть классику «Василовского озера». Вот. И, конечно, это в основном тексты, которые, скажем, в моем детстве, а мне 60 лет, значит, соответственно, то, что девочка из интеллигентной семьи читала «Подпадли» во время того, как мы все остальные читали «Молодую гвардию», сейчас мы это читаем на памяти. Вот. И если у меня была такая мотивация, что я читаю «Подпадли», и, в общем, даже если это трудно я прочитаю, да, то у современного ребенка такой уже мотивации нет. то есть нету какого-то активодительства для чего-то, а это просто трудно идти. поэтому, конечно, мы начинаем, то есть я пишу для, ну, не знаю, для чего, в списке летнего чтения того же «Начипаловского» того же «Гамбелса», того же «Дон Тихот» особенно. вот. Но рассчитывать на то, что вклад придут в декст, который мы читали, читали, я не могу это абсолютно очищать. Поэтому мы начинаем читать текст на уроке. Здесь, конечно, очень важно найти текст, не пересказ, не переложение, хорошего переводчика на читать, хороший текст, и вот мы постепенно начинаем читать, значит, очень медленно, очень медленно продвигались, тратили много времени, гораздо больше, чем хотелось бы, никакими там чернячками не привлеклиться, вот, чего-то не успевали потом в конце концов и так далее. Значит, из таких вот приемов, которые мне помогают, кроме того, что я стою у доски, понимаю, что я копаю, да. Кроме этого, мне еще очень помогает мысль о том, что вот этот консекс, да, и что, культурный консекс, и о том, как этот образ трансформируется и как он работает. И здесь нам очень помогают стихи. Мы каждое, это трудное произведение, окружаем большим количеством стихов и смотрим, вот, что из того, что мы прочитали, в чем мы удостоверились, вот, как это живет и как это трансформируется, да. Обращаясь к тому же кондеходу, мы всегда говорим о том, что автор задумал пародий, ну, как это в пародии превратилось в то, что она превратилась, да, совсем на пародии. Значит, огромное количество стихов о гаммате, да, и, значит, вот, не буду вас оставлять, значит, у нас очень большое количество, значит, стихов, которые, вот, как так или иначе, интерпретируют гаммат. Например, значит, мы даже вот, ну, я предлагаю здесь даже написать сочинение по поводу гаммлета Дарина самого. То есть называется «Оправдание гаммлета». Наверное, вы знаете, говорит, грудь про гаммлета, что он не решитель. Он решитель грудь и умер. Но когда кленом снесем, гаммлета вытянут урушителем и бюджет перескопали умер. И здесь оказывается, что мы выходим вместе с гаммлетом на огромное количество очень важных тем. И очень часто дети эти темы и эти параллели, они берут сами, да, что… Я, конечно, не рассказываю о том, что мы имеем дело с военным поколением, да, с поколением, в котором поэта Куджава написал, что сто раз я нажимал урок винтовки, но вылетали только соловьи, за что ему не доставалось. И что проблема вот убийства, нравственная, проблема убийства, да, вот эти грозные нравственные, грозные вопросы морали там, говорила Анна Ахматова, что мы на них тут тоже выходим. вот это, значит, тоже мне представляется очень важно. Значит, кроме того, мы довольно традиционно совершаем каждое произведение с сочинением, письменной работой, значит, с сочинением. И одна из таких вот моих уловок, да, это дать как можно больше тем этого сочинения. Причем, постараться, да, не глобальные темы, а какие-то такие конкретные. Вот, например, значит, тема сочинения по роману Голдинга «Повелитель муку», значит, который мы тоже проходим в 7 классе. У нас такая серия, значит, островных романов, и как завершающий островной роман, вот у нас, значит, вот. Так понятно, что у нас идет Робинцов Круза, значит, переключение Гуревера, путешествие Гуревера, потом, значит, остров Сокровищ, еще какой-то остров, и вот, значит, «Повелитель муку» это, вот, это, вот, например, 16, всем по «Повелителю муку», это 7 классный. Значит, что такое спасение? А, конкретно, В, в символическом плане. К какому именно спасению стремятся разные герои в разных точках развития действия? Второй, кто такой «Повелитель муку»? Ну и то же самое, в конкретном, в символическом плане. Кто такой зверь, в конкретном символическом плане? Ну и дальше, значит, и тут просто рассказы о героях. Расскажите о Рархе, расскажите о Хрюше, расскажите о Джеке Мелитью, значит, и так далее, и тому подобное. Дальше, значит, что символизирует в жизни детей Рарху? Почему в конце романа она сбивается в дрель? Что объединяет Рарху с Аймена Хрюшей и Близнецов? Почему охотники устраивают охоту на Рарху? Почему они добиваются? Кто из них платит и так далее? Тем всего 16. И для семиклассников, в общем, иногда, оказывается, что довольно сложно написать в таком сочинении, поэтому желающим я предлагаю план. У меня, значит, на все эти темы написаны планы сочинения. Но надо заметить в честь семиклассников, что, как правило, планами пользуются единицы. То есть в основном никакого плана нам не надо, мне, значит, напишем их. Так, все, я пошла. Спасибо большое. Я ее очень много подрясу. Вторая школа, вроде бы, у нас все дано. Здравствуйте, коллеги. Я смотрю в мудру в докладу. В вашем докладу. После вулкана мы обычно смотрим фильмы эксперименты. Смотрим немецкие, потому что есть 2-3 версии. Это по центру эксперименту. И там отлично ложатся параллель, потому что в ту запутное пространство проверяется природа человека, что происходит с ним, когда нет палецманового оружия. Это получается очень цветные конструкции. Я, как Мария Мартуна, много лет работаю в системе международного бакалуряда старших классов. И там нет предписанной программы, там нет в основе курса, курса истории и литературы. Там есть огромные списки с рубежной литературой, и все лучшие образцы российской литературы, русской литературы. А курс построить учитель должен сам. Соответственно, вот эти проходы, которые лежат в основе курса, вот эти логические построения, которые рождаются там, я давно часто приношу потом в работу с профильной группой. Вот некоторые эти подходы я хочу показать буквально некоторые и отдельные. Постольку я тоже полагаю, что, а как же иначе, без курса рубежной литературы мы не сможем сформировать людей широко мыслящих, людей, которые ориентируются в современном мире, а не живут только в прошлом. Поймут некоторые проходы. Если зарубежная литература, даже европейство в русской литературе бывает довольно мало, то понятно, что до японской литературы мы не добираемся никогда. Я расскажу, как до нее добралась я. У меня было несколько подходов к клубу Дагаги, я открывала там те любые тексты, мне все мешло, мне все не нравилось. Пока у меня не появилась девочка, которая занималась японским языком, которая знала японскую культуру, и она мне дала эти тексты, о которых я сейчас буду рассказывать. С того времени, как мы работали с ней и с ее группой, я эти рассказы беру все время, и они идут отлично, и через них отлично выстраиваются в параллели с русской литературой, если можно следующим. Почему это так интересно оказывается? Поскольку есть два источника творчества Акутагавы, это средневековая японская литература и русско-европейская, конечно, тоже классика, но нас интересует, прежде всего, европейская. В текстах Акутагавы целый ряд аллюзий есть и к Достоевскому, и Гоголю, и к Чехову, и поэтому эти проходы дают возможность подчеркнуть что-либо и в текстах русских авторов тоже. Например, «Достоевские преступления и наказания» или Акутагавы, «Нанкинский Христос». Посмотрите, пожалуйста. Ну, некоторые схемы, которые, возможно, помогут понять. Как только открываемый текст «Нанкинский Христос», сразу же становится понятна идеаллюзия к тексту Достоевского. Поскольку у героини рассказан «Нанкинский Христос», юная проститутка-католичка, глубоко верующая, которая занимает себя время сном, ровно для того, чтобы помогать своему отцу, как-то давать ему возможность выпить чашечку сахар. Единственный бурак. И из этих колюций выстраивается дальше весь остальной пуст. Если любовь, да. Потом, соответственно, через это мы можем выстроить и увидеть подходы на классическую картину мира или такой предэкспрессионизм у Достоевского, там, где, если нет веры, нет целостной личности, нет личности, которая видит человек рядом с собой. Соответственно, у Алкатагавы – это картина модермистская. Через это можно выходить и на то, что собой представляет модермистская картина мира вообще. Если там «Любовь Сонечки спасает» и Раскульников приходит от своей теории человека ненавистнической к идее Евангелия и к ценности человека через это, соответственно, вообще, то здесь любовь героини неизбежно губит того героя, которого она любит. Причем, что интересно, дело не только, она губит его несознательно. Она видит в нем Христалл, и когда она заболевает, она готова сама умереть с голодной смертью, но не переступить свои нравственные законы. Тем не менее, это происходит. А тут оставлю тайну. Не буду рассказывать, как и почему. И дело в том, что рассказ закольцовывается, начало и финал соотносятся между собой, и после того, как она невольно губит человека, она остается ровно той же самой. Она остается той же прелестной, той же невинной, той же верующей, той же настолько же любящей, добро. И вот эта вот ограниченность человеческого взгляда, понятно, через параллель особенная сильная сна. Через это можно выходить на то, что такое модернизм. Один из проходов. Можно дальше? Спасибо вам большое. Следующий текст. У Апутагавы довольно интересный. Вот через что еще можно выходить? Когда мы говорим о Достоевском, наверное, многие из нас начинают с того, как трансформируется жанр детектива у Достоевского. Это можно давать на основу любого классического детектива, и понятно, что там соотносится система персонажей, и общий итог – финал. В классическом детективе зло всегда наказано, преступник всегда пойман, и справедливость восстанавливается, и правильность порядка мира восстанавливается тоже обязательно. У Достоевского меняется точка зрения. С точки зрения сыщика мы переходим на точку зрения преступника, поскольку именно его мир нам особенно интересен. О, какого происходит еще интереснее? Там преступниками оказываются все, а как не случайно называются в чащах. Ситуация преступления позволяет вылить символическую часть человеческого подсознания, символические глубины и тайны, в которых кроется стремление к преступлению. Преступление в этой картине мира, в модернизмской картине мира, просто не может быть раскрыта никак, потому что преступникам оказывается так. Ну и, конечно, там замешанные женщины, любовные треугольники, любовь, там есть все то, что важно, оказывается, для школы. Всегда им очень это нравится, всегда у нас очень интересно. Ну, плюс есть выходы на обуви, интермейские образы, чаще леса, можно выходить дальше, например, там, на Мудэкштам. Есть очень интересный хороший фильм Курасавы «Ворота Расимон», в основе которого два текста «Ворота Расимон» и «Рассказ чаще». И можно соотносить эти, что мы делаем всегда, смотрим фильмы, соотносим одно и другое, можно выходить на скользкое различие текстов, на виртуальные способы интерпретации. В общем, тут довольно большой потенциал. Это и русский вариант, если вам надо. Да? Да. Год назад, выше. О, в Черчне? Да. А кто же здесь сегодня подскажет? Да. Спасибо вам большое. Очень интересный вариант. Может, даже лучше, чем у Мухаммана. Не побоюсь, я не знаю. Да. Спасибо. Спасибо. Ну, последние очень короткие проходы. Преступление, наказание. Можно выходить в преступление. Вот так вот. Через мотив преступления к Мухаммане. Ага, вот так вот. Очень подробнее. Когда гений злодейства. Возможно, это будет интереснее. Гений злодейства в классической картине мира. Это Пушкин. Мугиада – гений. Модернисты выбирают злодейство. И рукой художника будет сияло. И для постмодернистского художника, для постмодернистского, простите, гения, у Дзюскинта просто понятия злодейства нет, поскольку нет понятия добра и зла, поскольку нет понятия Бога. И тоже интересно и довольно параллельно устраиваются. Спасибо вам. Спасибо огромное. Александра Котовская. Величкость, я не знаю, вы здесь. Работа коллеги у меня совсем не большой. Я проработала в год в шестой девятнадцатой школе Полининского района Санкт-Петербурга. Работала в отделении домообразования. Мы занимались анализом художественного текста с девятым классом. У меня были летом по пятой, шестой классом, там была больше тропедентика, а вот девятый класс в том, что это был предмет анализ художественного текста. Занимались только этим, а потом по зимнему в тексте в первый год. Была в ней профессией, теперь снова в нее возвращаюсь. Рассказывать буду о том, что я работала с ним в этом году, с этой работой в прошлом году, который состоялся. Значит, говорить буду о возможности использования художественного перевода как формы работы нового в литературе. С иллюстративным материалом я не догадалась вывести это на слайд, поэтому мне придется вам дать раздатки, но достаточно материалов их немного. Поэтому, если вы поделитесь с ним, вы сможете передавать. Я вам буду очень благодарна. Что ценю я в этой работе, и вообще как я к ней пришла? Потому что сам по себе художественный перевод и, в принципе, осознание того, что перед вами передавать тексты, сам процесс художественного перевода, это возможность посмотреть на тексты как с двух сторон. Как на тематическое целое, как на художественное целое. Как вы понимаете, две эти целостности не совпадают. Можно, условно говоря, создать вполне себе удовлетворимое художественное целое, при этом абсолютно ответный материал. Можно пытаться сохранить какие-то семантические особенности оригинала, но не создать художественное целое. Поэтому здесь, конечно, крайне оказывается переводчик или двумя переводчика справедливо будут падать все шишки и вся соответственно клик. И, значит, работу с… Я выбрала для работы 130-й шинекционер шекспер, он очень известный, в переводе Машака, тоже перевод известный у всех на слуху. И у детей спросила, а вообще вы считаете, ну, Машака авторитетным переводчиком? Ну, конечно. Ну, естественно, его можно доверять, но разумеется. И вот с этим они, собственно, вот с этим как-то признанием они подошли к тексту и были очень удивлены. Значит, в принципе, как мы устраивали эту работу? Здесь, как вы понимаете, возможно несколько вариантов работы. Здесь, прежде всего, создание своего перевода, создание, в соответствии, анализ чужого перевода с последующим созданием своего. и анализ… и получается… анализ просто чужого перевода, да, с какой-то же конструктивной критикой. И для организации такой работы здесь, конечно, нужно подстрочить, чтобы убрать тот самый языковой жардира, о котором все говорили, да, потому что здесь, соответственно, не обязательно читать шекспер на регионале, они, соответственно, не должны досконально понимать язык, условно, на шексперовской эпохе. И, прежде всего, от чего мы пошли? Мы пошли сначала от Санетта Петрарки Целевого Солоневича с какой целью? Мы попытались снилить возрожденческие каноны красоты. Вот эти вот самые возрожденческие штампы. Вопросы задавали следующие. Детям предлагалось описать адресанты Санетта, выделить те черты и детали, которыми может, может, либо, а может, и нет поэр. И, соответственно, дети здесь, конечно, давали следующие ответы на специальных инфлексивных карточках. Ну, вот, в частности, можно что-то почитать. Светлые взгляды, прекрасные глаза, золотые волосы. Я вот так иду текст, колечки золотые, видите, можно как лучше, вот тогда приведет менять. Лирические герои любуются своей возлюбленной. Красивая сущность, излучающая цвет, голодые волосы, светлые глаза, легкая похвостка, ангельские уста, скобочка светлого тона, женственный образ, белое и шелковое платье, глупые глаза на фоне озера. Вот такие примерные ассоциации возникли у детей. А дальше они подошли к 130-му сонету Шекспира в переводе «Маршакал». И, соответственно, перед ним стояли. Примерно те же задачи, они должны были увидеть адреса шекспирского сонета. Собто он будет его тоже как-краска зафиксировать. И вот здесь началось самое интересное. Потому что вот это, то, что используют в «Маршакахе», население Трицани, ее класса, на звезды не похоже, нельзя назвать. Вот это нить не прочитывалось абсолютно. Потому что, ну и согласитесь, когда вы слышите этот сонет, то у вас вот как раз вот этот образ вот так, как кораллы, в щеке, как розы, в глаза, как звезды, он возникает. То есть там отрицание как бы, по сути, своей функции не выполняет. Поэтому люди отвечали, вот они как раз таки видели эту женщину с глазами звездами, с кораллами, с щеками белые. И главное интересное тоже наблюдение. Третья аудитория стабильно не замечала, что женщина они тоже видели блондинку. Они тоже вот такую обратную связь давали. Вот это примерно такой вот среднерный образ. После того, как Дани эти штампы, с одной стороны, на китарке посмотрели, с другой стороны, на маршафовском переводе подтвердили, причем маршафта не очень уважает, маршафта, если бы уже само по себе, соответственно, служебное доверие. А дальше им дали сначала оригинальный текст, с такими, какими-то краткими комментариями. И дали подстрочник. Соответственно, подстрочник я делала с целью просто-таки снять тот же самый языковой блоки. В общем, дальше вопрос был тот же самый. Попробуй описать и вообще оценить то, что ты видишь перед собой. И вопрос был здесь, ну, в частности такой, в какой обстановке я, на ваш взгляд, могло скучать вот это самое стихотворение, если бы автор его читал. Но здесь, конечно, был шок, потому что в качестве места, где могло скучать, нигде могло скучать этот пацаны, был назван «Кабак». Они говорили, да, я могу, если бы он мог ее читать вполне в «Кабаке», за какую цель, с целью. И вот здесь возникло самое главное открытие разрушить возрожденческие штабы. Потому что, по сути, получается, что Матшак своим переводом эти штабы утвердил, возрожденческая литература понятная, эти штабы ультивил, Шекспира их отрицает. Но читай Шекспира, переводим Матшака, мы как раз таки эти самые возрожденческие штабы как бы усваиваем, усваиваем, а по сути, получается, что идем против Шекспира. Вот когда, в общем, эта работа была закончена, а очень, тут были очень бутные реакции, пишите героиню Шекспира, тут один ребенок написал ведьмах, другой ребенок написал темноволосное, непропорционально сложена, сероватое оттенок лица, угловатое, смуклое, глаза маленькие, темноволосое в теле, непонятная звезлица, смуклая цыганка. противоречивые эмоции рабочая христианка восприняла в себе природную красоту, а дальше приятные улицы, кабаки, дома, из окон, которые поливаются в помои. Вот примерно вот такие ассоциации родил оригинальный текст. И, соответственно, после того, пока не поработали со всем этим массивом, здесь можно дать задание попытаться самому перевести хотя бы первую строчку. Ну, здесь дать альтернативы на шоку. Сдание было дано, над переводом бились, но найти вот этой самой золотой строчке они не смогли. Это был самый лучший мой опыт в 10 лет, потому что, потому что это, ну, очень сложно сделать, действительно. Здесь, как мы с одной стороны не выбираемся, мы с другой стороны попробуем сделать лучше. и понимаем, что лучше, что в другихах оно и не получается. И, учитывая, что мы, в общем, тексты рассматривали из двух позиций как семантическое целое, либо художественное целое, мы здесь на деле убеждаемся, что семантическое единство не предполагает художественное, что в маршафт, создав по-другому художественное произведение, как особенно звучит и активно звучит в нашей культуре, при этом пренебрёк семантическими особенностями оригинала. они на деле это осознают, и когда сами пытаются проделать тот же самый путь, они понимают, насколько это сложно, потому что художественные риски работают, прежде всего, это форма литератургического исследования. И это, прежде всего, в одном языке. А уже потом, собственно, а языки оригинала, а это оригинал, как ни странно. И вот, в общем, к какому выводу мы пришли. Вот с этим текстом мы работали и так, у нас были и другие покупки. Здесь масса есть вариантов, как вы понимаете. можно, используя Пушкина. Ну, то есть, здесь вариантов очень много. Самое главное, чтобы вот это представление о тексте, как о сложном единстве, оно в голове сложилось, и, соответственно, таким образом, с большим трудом, как-то смогла, как сказать правильнее, смогла сформироваться культурно-анализа художественного текста. Потому что текст – это целостность. И мы понимаем, насколько эта целостность сложна, противоречива и слабое понимание. Есть? Спасибо. И, насколько я правильно помню последний докладчик, если я как-то забыл, меня поправьте. Виктор Сергеевич Симаков. Новая школа. Как ведутся? На барахолку не припас никакого барахолка. Я, в общем, расскажу о своем проекте и о том, что почему запрещенной литературы у меня в курсе литературы очень много. Дело в том, что я вообще пришел в школу из института и большую часть своего преподавательского стажа, большая часть – это продавание зарубежной литературы на БГУ, на фуфаке и БГУ. Вот. А в школе я работаю три года, и когда я пришел в школу три года назад, то понял, что в стандартной программе, которая предлагалась нам в качестве основы, я могу чуть больше, чем другие учителя, и не позволяя это делать, руководство школы, чуть больше, чем другие учителя вносить туда что-то своего, что я считаю, что лучше пойдет у детей. Вот. А когда я пришел в новую школу, у меня уже тут вообще никто ничем практически, кроме рекомендаций, не сковывал, поэтому здесь этого стало еще больше. Мне нравится подход, который есть, например, в программе Евгения Алиюк, там, значит, не по хронологии все произведения выстроены, а по темам. И вот есть темы, допустим, животные, допустим, миф, внутренний мир, абсурд, и так далее. И в каждой из обещан какой-то блок произведений авторы предлагают. Ну, авторы предлагают одно, но я, как правило, что-то беру оттуда, что-то заменяю на то, что мне больше нравится. И построят по принципу как можно большего контраста. То есть русскую литературу обязательно объединяются с зарубежной и по возможности классику не современную чем-то, чтобы возникали разные-разные пересечения. И так получилось, что в пятом классе, вот я два раза уже вел уроки, в пятом классе и оба раза отлично, например, в теме про животных у меня шел «Белый клык» Джека Лондона. Мы его читали от начала до конца и тратили плохое слово, да, посвящали этому. Там 6-7 уроков примерно. Он еще делится так хорошо. Это, кстати, определенный тип произведений, которое очень удобно делится на такие части или главы, где можно вот как оконченное поискование их разбирать. «Белый клык» – одна из таких. Первая часть – это отдельный законченный блок уроков, может быть. Вторая часть – отдельный законченный блок уроков. И так далее. Вот. Как мне кажется, зачем зарубежная литература вообще в школе? Первое – она дает важный опыт переживания другого, чего-то отличного от нас. И, соответственно, выстраивание какого-то диалога – это первое. Второе – как мне кажется, ну, тут может быть спорная мысль, национальная идея национального характера, национальная идея, вот это все, возникшее когда-то в эпоху романтизма, сначала в Германии, потом в других странах, оно постепенно уже уходит как-то. И мы живем уже в другом, переходим уже в какой-то другой состоянии, в другом мире мы живем, в каком-то более глобализированном мире. и поэтому вот как бы последовательно у ТКСА вот в русскую литературу делать акцент на том, что вот русская литература 19-го века – это некая вершина, 20-го, это некая вершина абсолютная, и это для нас должно быть главное. Ну вот европейской литературе 25 чуть больше, да, веков. И русская литература 19-го века, классическая, допустим, это одна из вершин, более того, если всякие рейтинги составлять, конечно, это абсурдное дело, но если тот же самый вопрос, который был озвучен, как можно обойтись без Гаульта, без Ду Кихота? Вот для меня это вопрос, который, я над ним долго думал, и пришел к выводу, что он вопрос, который невозможно решить, потому что нужно до бесконечности сказать слово, как нужно обойтись без ристеи, без фета, без метаморфоз, без поэтилистов и блаженного Агустина, без сентиментального путешествия и так далее. То есть возникнет ровный какой-то список произведений, где наш, наверное, какой-то наш любимый Дубровский будет далеко не первой сотни, вот в этой мировой литературе. поэтому как бы нужно, мне кажется, нужно сбериться с тем, что всего не вместе в любом случае, и вот что мне нужно в данном случае поговорить о внутреннем мире человека? Да, значит, тут будет детство Толстого, значит, тут будет что-то там, значит, из зарубежной литературы, из современной литературы, да, но это не значит, что у меня есть какой-то большой список, который я, например, весь должен пройти и впихнуть. Я сознаю, что те произведения, которые я изучаю с детьми, там, в пятом, шестом классе, восьмом, десятом, одиннадцатом, вот те классы, которые мне довелось вести, пока сегодня не вёл, вот, это не идеальные списки, но вот у меня в пятом, я просто как пример, да, приведу, у меня в пятом классе, например, поместились в этом году белый клык, там, где мы говорили о сказках, довольно большой получился раздел, там было «Холодное сердце» Игорь Могауфу, который с моральной проблематикой очень хорошо связан, и вариация на эту тему, у Джоарна Роллинг, маленькая сказка «Махнатые сердца чаразея», там было много Андерсона и Оскар Уайль, да, и пересечений между ними, там много пересечений, опять же, та же самая сказка Роллинг, она, вообще, Роллинг маленьких, эти сказки, «Барда Вилли», она прям, отсылки к стилю Андерсона и Уайльда, да, и там были фэнтези, мы брали «Хоббита» и одну из частей «Хроник Нармия», я в полгоне «Путевый штаб», в шестом классе, в шестом классе, в свое время, у меня получилось сделать такой, мне кажется, интересный блок, такой, ноябрьско-декабрьский, рождественский, там был Гогольд, Гоффман, и рождественская песня прозе Титкинса, то есть, фактически, мы, ну, не два, полтора месяца, примерно, всячески разрабатывали эту тему Рождества, и готовились к Рождеству, да, вот этот бесконечный праздник, и как раз до зимних каникулы, до, соответственно, католического Рождества православного мы все это успели, да, там, как раз это позволило, например, говорить об отличиях национальных, да, вот украинский, вот английский, вот немецкий, все разные, да, все, да, значит, и помимо вот этого основного курса, там, в пятом, шестом, восьмом классе, вот, я думал, как с людьми, которые хотят проходить в зарубежную литературу, значит, дать им еще больше, и так, чтобы оно не мешало основной программе. вот, у меня в новой школе получилось спустить кружок, который, он, я его назвал «Зарубежная малая проза», и почему он так называется, именно, почему такое примечение, потому что проза, это в основном то, что мы читаем, все-таки мы большей частью читаем прозу, да, когда говорим, мы не читаем книжку, вот, а малая, потому что, ну, это то, что можно дать на дом, и точно знать, что они прочитают, потому что, чем больше произведения, в 100 страниц сразу количество участников уменьшается, там, если большой роман, еще больше уменьшается, да, а вот какой-то короткий рассказ от футагавы, или абраза бирса, там, или, там, это то, что можно отдать, а потом разобрать на отдельном этапе. И второй момент, который там тоже получился, у меня вот сейчас постоянно использую, это принести текст прямо уже в класс, ну, там, на 3-4 страницы, какая-то новелла, допустим, я и читаю вслух, и при этом раздаю распечатки школьникам, которые следят. по бумаге этот текст, потом мы и делаем сразу пометки, потом мы как-то это разбираем вместе с ними уже в оставшихся во все время. Вот. Поскольку это все было, как мне кажется, довольно эффективно, там, начиналось с 12 человек, в конце года было 6, но эти 6 были относительно постоянные, вот, то на следующий год, вот эта идея, которая пока не реализована, но она сейчас близко к реализации, запущена уже КТП по ней составляет, это программа для 10 класса, как бы, профильный курс, где есть основная литература, без которой как бы нельзя, потому что меня рубежут, если будет что-то из нее, да, литература основная русская, без изменений, все вот как нужно, да, и там 5 часов, и как бы, примерно 3 часа в неделю, это вот основная русская литература, а 2 часа в неделю, это зарубежная, уже как я хочу, там, как 19 век для создания контекста, так и современная, которая соответствует запросу детей, плюс гамлет, которую мне интересно именно с 19 веком, да, потому что гамлет для литературы оказывается очень важным и значимым таким текстом, со всеми, с разбором разных вариаций на эту тему, и у Тургенева, и у других акций. Вот, извините, я чуть-чуть за время отведенное мне вышел, но в целом, то, что я хотел сказать, сказал. Спасибо. Ну, кончилось, если бы, пару вопросов для этих? Да, ну, я вообще собирался даже закруглиться, потому что вижу, что мы все-таки вышли за регламент, любители, учителя, известные любители почесывать верхнее небо языком, да. Это, первый есть ас, я сам, да. Вы знаете, если позволите, я здесь не так, как-то вредные родители, которые всегда мешают работать с веществом, и, может быть, мой вопрос действительно к Антону, потому что, вот, у нас летний негодник, который фетом не пострадает, он пехоты не читает, он учится в школе, где работает Антон. В том году, одиннадцатилетний мальчик ко мне приходит и говорит, «Мам, огромный вкус женского мяса и юродная рвань, это метавра?» Я говорю, «Сынок, а ты о чем занимаешься?» Он говорит, «Я сочинение пишу нам заданное». «Сочинение? А что же надо написать?» «Да вот текст проанализируете, а там такая жесть, как там женщина ноги отрезала». Текст оказался «Полотенце с красным петухом в руках». Одиннадцать лет. В этом году, двенадцать лет, вы написали сочинение, описание дома, из жизни, а в семье. У меня вопрос. Мне кажется, проблема не в том, преподавать русскую литературу или зарубежную литературу, а что очень часто учителя забывают про то, к кому они идут. У нас действительно существует на данный момент чудесный пласт детской литературы, литературы для подростков. И почему-то вот она очень часто оказывается за пределами. И, может быть, когда учителя есть возможность что-то еще включить вот в эти уроки, то, может быть, имеет смысл сфокусироваться вот на той литературе, которая предназначена для этой аудитории. У меня есть ощущение. Спасибо вам большое за ваш вопрос. У меня есть ощущение, что он совершенно неуместен по ряду причин. Во-первых, потому что задали ли вы вопрос о том, какое место в программе имеют эти тексты учителя литературы, которые непосредственно уважили ребенку. во-вторых, все-таки бы мы устроили круглый стол по проблематике полупрайтовской школы. И поэтому говорили о заубежном и русском. Мне кажется, разговор о подростковом и неподростковом чтении это разговор, заслуживающий отдельного внимания. Я лишь обобщая и отвечая на ваш вопрос, и обобщая сказанное нами, закрываю наш круглый стол, прося прощения. Нет, не после вашего вопроса. Нет, я отвечу вам и скажу свою точку зрения. В общем, все как-то закругляет и прося обращения за некоторую задержку. Я хочу вспомнить эпизод прекрасный, который мне очень понравился, где мы встречаемся с Виктором Сергеевичем. Виктором Сергеевичем в предыдущий раз мы встретились на выставке Брегеля в Вене. И это была совершенно замечательная встреча. Я о том, что, совершенно случайно, естественно, в гардеробе я нес рюкзак и выкруся, что это значит, купив билет на брейкер, куда-то там шел приокусить. Вот. Это я к тому, что мне кажется важной историей про то, что границ не существует. Не между детским, подростковым и взрослым. Хорошая подростковая литература – это литература взрослая. Хорошая взрослая литература – это литература подростковая. И не существует, кажется, все-таки границ, как бы не хотели люди закрыть полеты и выстроить границы. На самом деле, границ нет. Нет границ между классами. Текст, о котором вы сказали, пристательно зашел у всех пятиклассников у нас в этом году, просто как ни один не зашел подростковый текст. Я имею в виду полотенца с петуху. Просто невероятно их получил. И наоборот, с одиннадцатиклассниками порой заходят в подростковую литературу, потому что они соскучились по кристальной чистоте смыслов. В общем, границ нету. И мне кажется, это тот, при всем методологическом разбросе нашей пароходки, это тот общий вывод, на котором мы все сходимся. И для меня он невероятно вдохновляющий. Несмотря на все желания, границ не существует. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ